Итак, мы начинаем сегодня с вами курс эстетика. И для начала разберемся, собственно, с словом эстетика, потому что название дисциплины определяет ее суть. Слово это происходит от древнегреческого слова, означающего чувствовать или чувственно воспринимать. Но, определяя ее таким образом, мы сразу же рискуем попасть в языковую западню. Дело в том, что в современном русском языке однокоренные слова, чувство, чувствовать или чувственный, имеют значение отличное, ну, опять, между собой, а во-вторых, и от той области, которой занимается эстетика, как дисциплина. К примеру, если мы говорим о том, что человек чувствует, ну, допустим, физическую боль. В таком случае слово «чувствовать» относится к сфере инстинктивной жизни. Это просто реакция на определенное физическое повреждение или угрозу такового повреждения организма. Если же мы говорим о том, что человек не может контролировать свои чувства, то здесь подразумевается уже совершенно иное понимание этого же слова, да, ну, это может быть влюбленность или гнев, сочувствие или зависть. Речь уже идет не об инстинктивной реакции на раздражитель, а о эмоциональной сфере психической жизни человека. Да, то есть уже совсем иное оттенок. И, наконец, в третьем случае, когда говорится о чувственном, к примеру, о чувственно воспринимаемой реальности, то речь идет об ощущениях во всех их видимых модификациях. И несмотря на то, что слово «эстетика» отсылает нас именно к данному слову, тем не менее в ареал ее интересов попадает нечто совершенно иное. Самое важное для нас то, что ни один из перечисленных мной оттенков слова «чувство» и «чувственный» в русском языке не имеет прямого отношения к дисциплине эстетика, к современному ее пониманию. Как это было в древних летах, мы, может быть, посмотрим, а может быть и нет. Так вот, попробуем разобраться с тем, что есть этот самый эстетис, чувство, которое лежит в основе нашей дисциплины. Для того, чтобы это понять, нам придется обратиться к концепции, достаточно популярной в последнее время. Эта концепция принадлежит психоаналитику начала XX века. Его звали Карл Густав Юнг, отец-основатель аналитической психологии. Договорок. Юнг предложил выделить четыре базовые функции человеческой психики, так рациональные, так и иррациональные, которые, смешиваясь в определенных пропорциях, образуют все видимые, возможные человеческие типажи. К самой по себе концепции Юнга я отношусь достаточно критически, но его определение чувства и чувствующие функции как нельзя лучше подойдет для нашей с вами дисциплины. Итак, Юнг выделил четыре функции человеческой психики. Иррациональные, это ощущение и интуицию, и две рациональные, это чувство и мышление. Иррациональные, уже из самой этой типологии ясно, что чувство радикально отличается от ощущения. И имеет отношение к рациональному мировосприятию. И для нас это очень-очень важно. Пойдем дальше. Все то, что мы описали выше, все тратковки слова «чувствовать», «чувство», «чувствуемый», Согласно Юнгу, пойдут по функции ощущения. Она иррациональна, то есть она не может продумываться на уровне мышления. Или, по крайней мере, для нее это нетипично. Что же тогда чувство и чувствующая функция по Юнгу? Она соотносится с понятием ценностей и ценностными категориями. То есть иерархия наших ценностей, понятия красоты и уродства, прекрасного и безобразного, возвышенного и низменного, комического и трагического, это все включается в чувствующую функцию и понимается нами, если угодно, именно эстетически. Чувство по Юнгу – это восприятие чего-то на уровне ценностей. Чувствовать любовь в таком случае будет означать воспринимать ценность этого человека, ситуации или концепции. Может быть, соответственно, чувство справедливости, чувство цвета, но также патриотическое чувство или даже чувство религиозное. Здесь речь не идет об испытываемой эмоции, речь идет об иерархии ценностей. То есть чувство в таком виде, как мы его понимаем в аналитической психологии, это совершенно не эмоциональная, ощущенческая жизнь индивида, а ценностное измерение реальности. И именно это ценностное измерение реальности и будет интересовать нас в нашем предмете. То есть эстетика занимается именно ценностным измерением, а не восприятием на уровне чувства, чувственного с точки зрения эмоций или тем более ощущений. Вот это очень важно понимать. Не буду, опять же, говорить о том, хороша ли концепция Карла Густава Юнга или плоха, сейчас, на мой взгляд, она во многом устарела, но она помогает очень хорошо прочистить мозг на тему того, что чувство – это не эмоция, это котировка ценностей. И именно этим ценностным измерением, в общем-то, и занимается эстетика как такова. Приведу вам пример один, весьма показательный, как можно развести собственно восприятие на уровне физиологии, восприятие на уровне ощущения и восприятие ценностное, то есть культуральное. Культура обоснована, обоснована соответственным же периодом в истории культуры. Ну, допустим, зрительное восприятие. На уровне физиологии наше зрение не меняется уже на протяжении нескольких миллионов лет. Да, оно нам досталось от наших далеких-далеких предков. Но на уровне ценностном, на уровне эстетическом, только за последние три тысячи лет цвет воспринимался совершенно по-разному. Ну, в античном мире это было совершенно одно. Мы по определению сейчас видеть не можем цвета, как видели древние греки. В эпоху средних веков это было тоже совершенно иное, ничем не сопряженное с тем, как это видели в эпоху Возрождения, и уж тем более, как сейчас мы это видим в новейшее время. Более подробно мы этого коснемся в нашем курсе, но оказывается то, что не специфика взгляда, не специфика зрения на уровне физиологии определяет то, как мы воспринимаем цвета, а то, как они имеют определенные котировки в культуре. Эстетика будет заниматься изучением вот этих ценностных котировок. Не спецификой нашего физиологического восприятия, не спецификой того истории, так скажем, цветов, как они представлены в искусстве, а котировками определенных вещей в каждой конкретной культуре, в каждый конкретно исторический период. Получается, что данная дисциплина, с одной стороны, безусловно, бок о бок стоит с философией, с другой стороны, она бок о бок стоит с культурологией, с другой стороны, с историей искусств. Но на самом деле, от всех одних, несмотря на то, что находит блок философских дисциплин, она имеет значительные отличия. На самом деле, то же самое, что я вам ввел на примере цветов, можно привести и в пример слуговое восприятие. То есть, звук, несмотря на то, что наше ухо и способ восприятия звука, также не менялись уже просто колоссальное количество времени, они достались нам от развитых гоминид. Тем не менее, звуковое восприятие, восприятие звука, я имею в виду, естественно, музыки, как культурного феномена, радикальнейшим образом менялось до 15-16 века, как слышали звук, с 15-16 века и, наконец, с их середины 20-го столетия. То есть, культура определяет то, как мы будем слышать звук, а не то, каким у нас образом организована ухо. Если кому-то интересно, то относительно музыки и ее восприятия в разные ухи, у меня есть публичная лекция, она выложена в интернет-сети. Вообще, музыки, как прямой моей одной, так скажем, или базовой, одной из базовых моих профессий является музыка именно. И я считаю, курс, это публичные лекции, они бесплатные, они есть в интернет-сети, можно их посетить в живой формате, в формате ЛИФ, это курс Булесли Бес. То есть, назван в честь одного из крупнейших композиторов 20-го столетия современного. Так вот, первая лекция первого сезона, от 16-го года, она есть на моем официальном канале, посвящена как раз демонстрации разительного отличия между тремя большими эпохами в восприятии музыки как таковой. При том, что слух у человека никак не менялся за это время. Понимаете, слух ухо у человека 12-го века был абсолютно такой же, как у нас. Но слышал он не так. Это значит, что слышим мы не то, каким образом нам позволяет услышать собственный слуховой наш физический аппарат, но во многом так, как мы это можем помыслить внутри нашей культуры. Поверьте, отличия радикальные. Настолько радикальные, что вы даже с трудом себе можете этого представить. Например, для человека средних веков значительно важнее было не цвет предмета, а глянцевый или матовый. Если он отражает цвет, он несет сакральную функцию, ибо свет этого умножает цвет. А если он поглощает цвет, он инфернальный. То есть так мы сейчас никаким образом наследно мажем. То есть разница между черным и белым значительно была ниже, чем между одним и тем же черным, глянцевым или матовым. Таким образом, если глубоко изучать культуру с этой точки зрения, окажется, что на самом деле не нейрофизиология может нам помочь решить загадку восприятия человека, а только обращение к истории культуры. В одной из важнейших своих работ видны современный психолог. А к психологии я буду обращаться достаточно часто, ибо психология работает в большей степени с культурообусловленным человеком, чем другие науки более точные, чем науки, занимающиеся физиологией. Так вот, Томас Мур, крупный современный психолог, в книге «Темные ночи души», она в прошлом году была переведена и вышла на русский язык, так вот, пишет весьма интересную вещь. Он говорит о том, что вообще любое явление в мире может быть глубоко воспринято только эстетически. Думаю, из того, что я до этого сказал, будет понятно, почему. То есть эстетика занимается ценностными котировками, она занимается ценностным измерением реальности. И если вы воспринимаете, что бы то ни было, вне ценности относительно культуры, относительно вас самих, естественно, это не может быть воспринято глубоко. Если вас что-то трогает, вас что-то задевает, вас что-то начинает интересовать, будь то это человек, ситуация, идея или что угодно еще, будьте уверены, что это и есть эстетическое восприятие. Это целостное восприятие, сопряженное с ценностными измерениями. Поэтому, если вы хотите, что бы то ни было, воспринимать действительно глубоко и воспринимать это осознанно, а не случайно, что вот это вас задело, а это вас не задевает, то, конечно же, изучение эстетической мысли, оно в высшей степени полезно. То есть оно обладает практической значимостью. То есть то знание, которое можно применять на практике. Вообще, я очень люблю знания, которые применять нельзя. Я постараюсь в своем курсе таковые не давать. Понятно, что какой-то контекст необходимо знать в любом случае. То есть если вы не знаете какой-то минимального набора терминологии, то есть вы просто обрезаете себе путь к чтению огромного количества важной и ценной литературы. Но во что бы то ни стало, требуя от вас, чтобы вы знали большое количество терминов, которые вы не сможете применять на практике, этого я делаю точно. Я в своем курсе буду приводить достаточно большой культурный контекст. Мы посмотрим большое количество художественных произведений современных. Заметьте, из того, что я уже сказал, вытекает с очевидностью, что в каждый исторический период положение тех или иных вещей будет совершенно различным. Поэтому нас интересует, если практика, нас интересует применение эстетической мысли сейчас, нас должно интересовать искусство сегодня. Ну, по крайней мере, со второй половины 20-го инора. В идеале с 21-го. На этих примерах я буду вам давать совершенно различные подходы к произведениям искусства. И моя цель не для того это давать, чтобы вы, как на истории искусств, знали, что есть-то такие крупные деятели, которые не только создают выдающиеся произведения искусства, но и их осмысляют и пишут книги о них. Современные многие видные художники, я имею в виду художники с большой буквы, в любой области искусств, большинство из них еще и крупные теоретики своего же Алинаслава. Они создают тексты, осмысляющие эти произведения. Но смысл не в том, чтобы познакомить с самыми важными из них вас, а в том, чтобы на различных подходах к ним научить вас, как совершенно по-разному можно взглянуть на обыденные, казалось бы, для вас вещи. На те вещи, в которых вы раньше даже проблемы никакой не видели. В ценностную категорию. Когда может что-то попасть? Только тогда, когда оно может вас чем-то зацепить. А для того, чтобы оно для вас открылось, нужно иметь ключи. Ключи в любой интеллектуальной деятельности – это методы. Метод – это всего лишь подходы, это инструмент. Как открыть то, что является для вас закрытым, то, чего вы просто раньше не видели. То, чего вы не видите по сей день. И по этой причине, потому что вы здесь все-таки учитесь в институте журналистики литературы, так как вы с текстом связаны в наибольшей степени, я постараюсь сделать прямо противоположное. То есть давать анализ тех произведений, которые с словом не связаны. То есть это архитектура, живопись, музыка, музыка инструментальная. То есть то, что наделено на самом деле, такой же способом выражения, то есть то, что является текстом, но не является текстом вербальным, не является текстом с собреженным словом. И постараюсь самыми различными способами продемонстрировать вам, как с этим текстом можно работать и как к нему можно подходить с точки зрения тех методов, которые может предоставить нам эстетика. А на самом деле этих методов сейчас огромное количество. И на самом деле это действительно позволяет радикальнейшим образом переосмыслить не только искусство. Нас оно интересует в первую очередь потому, что искусство выражает самые важные идеи современности. Нам у нас в конечном счете будет интересовать прежде всего, как вы лично можете это использовать в своей практике. Другое дело, что если мы обратимся не к произведениям искусства, если мы обратимся к конкретному личному опыту каждого, то, так скажем, ценность наших выводов будет значительно нежной. Там речь идет о том, что важно для всех, здесь речь идет о том, что важно только для одного детства, для человека. С этим уже работает не эстетика, а психоаналитика. Это с этим уже. Это другая практика совершенно. И если обратиться к психоанализу, уж коль скоро я его упомяну, крупнейший современный психоаналитик, культуролог, один из самых читаемых ныне живущих философов, Славой Жижик, приводит, достаточно часто, уже не скажу в какой своей работе, ибо у него по работам анекдоты кочуют из одной в другую, поэтому я уже не помню, где этот анекдот приведет впервые. Так вот, приводит достаточно глубокий психоаналитический анекдот о том, что человек приходит в анализ с тем, что ему кажется, что его жизнь – это как кофе без сливок, то есть чего-то в ней не хватает, все время все недоделано, и все не то, как человек бы хотел. После того, как сеттинг проведен, а что такое сеттинг психоаналитический? Это работа с котировками ценностей, это их переструктурирование, то есть никакого магического слова психоаналитик не знает, он не сможет сказать чудесное слово, и после этого вы станете совсем другим человеком. Но работа с ценностями – это колоссальный абсолютно труд, который может действительно полностью поменять окружающую вас действительность. И, соответственно, после проведения этого самого сеттинга, человеку уже не кажется, что его жизнь – это кофе без сливок, а кажется, что его жизнь – это кофе без молока. То есть суть этого психоаналитического анекдота с Оливов в том, что то, что отсутствовало, оно и продолжает отсутствовать. Но переоценка ценностей, смещение взгляда, если он действительно происходит на самом деле, позволяет человеку увидеть, что, в общем-то, отсутствовало не то, что ему было нужно, отсутствовало то, что ему, в общем-то, безнадобность. И если повторюсь, это не просто усвоено на уровне того, что я вам сейчас сказал, а прожито – это радикальнейшая смена действительности, единственная возможная, которая может произойти. Повторюсь, на уровне физиологии не решается ничего. Но я еще и не сказал еще более радикальную вещь. Дело в том, что не просто на уровне физиологии у нас одинаковое зрение, одинаковый дух на протяжении последних миллионов лет сохраняется, ну, по крайней мере, последних полутора миллионов лет. Но на уровне людей с нарушением зрения, или с нарушением слуха, допустим, люди видят не весь спектр цветовой, или вовсе не видят цветового спектра, то есть видят, то есть датониками являются, не воспринимают базовые цвета как нужно. Эти люди воспринимают котировки цветов так, как это принято в их культуре. То есть нарушение физиологическое никаким образом не сказывается на их восприятии этих цветов как культурного феномена. Вот в чем дело. Понимаете? Это совершенно уникальный феномен, потому что, казалось бы, что физиология обусловливает последующее включение или исключение каких-то феноменов в окружающей нас действительности, да, то цвету, звуку, ощущения и так далее. Ничего подобного. Есть даже предположение, что слепые воспринимают цвета в определенной котировке. То есть понятно, что они их не видят. Но цвет — это не то, что мы видим. Цвет — это определенная ниша внутри нашего культурного сообщества, в которое они, естественно, включены. Потому что они не глухие, они не немые и так далее. Вот в чем дело. И на самом деле это действительно совершенно потрясающая идея. Эту идею наиболее активно сейчас развивает Мишель Кустуро. Я всегда советую всем читать его книги. Я даже думаю, что на них я отведу хотя бы одну лекцию, потому что этот автор абсолютно точно заслуживает внимания. Это медиевист, один из крупнейших ныне живущих медиевистов. Он занимается, конечно, прежде всего средними веками, но это человек, который пишет культовые книги по истории цвета. Три из них переведены на русский язык. Последняя вышла полгода назад. Я думаю, что ее нужно даже еще купить. Черный, синий и зеленый. Три книжки, точно. Готовятся еще... Красная, по-моему, ближайшая будет. Но ее пока что нет даже на французском. И Кустуро как раз блистательно в этих книгах, которые написаны до простейшим языком, который может читать любой человек, показывает, как на протяжении истории принципиально менялось отношение к цвету, при том, что, повторюсь, физиология нашего взгляда не поменялась, не дает. Вот этим занимается эстетика. Эстетика занимается, по большому счету, самым ценным, что только может быть в нашей жизни, потому что она занимается самой ценностью, как таково. Занимается чувственно воспринимаемым миром. Если мы подчувственно воспринимаемым миром, мы понимаем мир ценностерка терапии. Почему в эту эпоху что-то считается безобразным, а что-то прекрасным, а в другую прям противоположным образом? То, что считалось безобразным, неожиданно начинает считаться прекрасным. И это ставит на самом деле радикальные вопросы. Понимаете? Если мы говорим, что человек – это Homo sapiens sapiens, это то существо, которое возникло на определенном этапе истории, когда сформировалась его физиология, то эстетика нам говорит нет. Эстетика говорит, что человек – это существо, достаточно ограниченное по времени, которое существует до момента окончания той или иной культурной парадигмы. То есть человек эпохи Возрождения – это не тот же самый человек, что человек нового времени. В прямом смысле этого слова. Это совершенно иной организм. Не на уровне физиологии, а на уровне культуры. И поэтому понять человека эпохи Возрождения, особенно непосредственно, мы не можем никак. То есть совсем. Я люблю очень классический пример из Пустоо. Допустим, сейчас мы воспринимаем синий цвет исключительно как цвет холодный. Это не нужно для этого знать хоть как-то историю искусства, достаточно пойти в любой стороне мира в уборную. На одном гранике будет синий, а на другом – красный. Красный – горячий, синий – холодный. Если не перепутал, знать техники ничего. То есть для нас синий – это символ фактически холодного цвета. Так вот, для эпохи Средних Веков, как пишет Пустоо, а тут ему не доверять достаточно сложно, либо Средняя Века – это его кончина. Так вот, для эпохи Средних Веков синий – это самый теплый цвенокамин. Все, конец любому субъективному восприятию. Когда нам кажется, что мы можем открыть просто альбом по живописи Средних Веков и непосредственно воспринять эти картины. Нет, мы можем никак. Потому что их создавал другой человек, если мы понимаем человека, как категорию культурно обусловленную, а не как физиологическую. А как физиологическую, я уже показал, ее понимать можно весьма и весьма условно. И, кстати, говорит, не занимается. Что еще нам нужно сказать? А сказать нам нужно следующее. Я каждый раз даю курс совершенно на разном материале. По этой причине. Первое. Все, что я буду давать на своих лекциях, вам будет достаточно, чтобы сдать дисциплину. Это первое. Но, по понятной причине, так как у вас эта дисциплина идет всего-навсего полгода, рассказать вам курс эстетики в полном объеме за полгода, я не смогу. Это невозможно. Поэтому, тем, кому это будет интересно, дисциплина, я отсылаю к двум уже записанным на видео сезонам. Первый сезон читался в течение года целого в институте имени Шнитке, Московском государственном институте музыки. Это сезон шестнадцатого-семнадцатого годов. Это все есть на моем официальном канале на Ютюбе. А второй сезон читался здесь. Очникам, вашим коллегам. Там лекции чуть-чуть поменьше. Потому что это уже было в течение полугодия читался курс. Повторюсь, ни одна лекция совпадать не будет. Это не значит, что вы недополучите чего-то. Но дисциплину вы в каком-то степени, в той степени, в которой можно воспринять ее за полгода, вы получите в полном объеме. Но на совершенно иных примерах. И так как я уже в этом году запустил целый блок лекций, посвященных современной архитектуре, то я думаю, с этого мы с вами и начнем в следующий раз. Почему? Потому что, а, я считаю, что именно этот вид современного искусства в наибольшей степени воспринимается широким обществом позитивно. Я имею в виду высшие достижения в области этого искусства. То есть, ни авторское кино, ни наиболее высокие образцы литературы, ни авторская, академическая, экспериментальная, современная музыка. Ничто не может сравниться по степени легкости восприятия у масс как высочайшие образцы архитектуры, как таковой. Ну и не живопись, естественно. То есть, видные современные архитекторы, создающие ультра-современные здания, радикальнейше переосмысляющие вообще само искусство архитектуры, тем не менее, не воспринимают какого-то, не воспринимаются в штыки массами, с ними охотно фотографируются. И более того, города, которые могут похвастаться такими архитектурными шедеврами, заметно начинают посещать намного большее количество туристов. То есть, это даже экономически выгодно, вложение в такие постройки. Так что, учитывая этот факт, учитывая факт того, что архитектура сейчас действительно демонстрирует свое победоносное шествие в области искусств, я имею в виду искусств, естественно, высоких искусств, понятно, что коммерческий кинематограф и популярная музыка собирает несоизмеримо больше денежные капиталы, чем может себе позволить запросить гонорар даже самый реальный архитектор. На что многие из них жалуются непосредственно. По этой причине, я думаю, что с них мы и начнем. А во-вторых, так как архитектура всегда сопрягалась с определенным еще техническим знанием, значительным техническим знанием, то большинство крупных архитекторов еще и пишут книги серьезные, которые в полном смысле слова являются книгами эстетическими, то есть книгами по эстетике. Эстетика, если вспомнить определение ее данное Гегелем, то эстетика у нас это философия искусства. Я это определение не очень люблю, и вы сейчас поймете почему, потому что можно эстетически воспринимать не только искусство. Но, в общем-то, Гегель во многом прав, львиная доля эстетической мысли – это философия искусства. Заметьте, не история искусства, не искусствоведение, а именно философия искусства. Далее, соответственно, что нужно сказать? А нужно сказать следующее. Уж коль скоро я затронул тему отличия эстетической мысли от философии искусства, то здесь нам поможет сделать своего рода некую такую преамбу к нашим последующим лекциям. Весьма интересная фигура. Ваш коллега в каком-то смысле этого слова – это крупнейший сын из XIX века. Его звали Томас де Квинцев. Человек, оказавший влияние на всю литературу. И на русскую классическую, и на зарубежную. Его книги до сих пор издаются огромными тиражами, переведены на кучу языков и вдохновляют как кинематограф, что авторский, что коммерческий, так и деятелей литературы. На самом деле, человек действительно очень интересный, потому что он не был ученым в строгом смысле этого слова. То есть философом он не был. Он был просто из лист, который прославился двумя, прежде всего, работами. Одна из них – это просто автобиография. Но какая автобиография? Она, во-первых, многого стоит ее названия. Это «Исповедь англичанина любителя опия». Считается, что это одно из лучших в истории описаний галлюцинаторного опыта вообще. Даже самыми крутыми современными специалистами. Но, конечно, если бы он был просто наркоман, то грош бы ему была цена. Но, тем более, что это человек, как раз который абсолютно спокойно эту зависимость контролировал. Нас же он интересует, как человек очень глубокий, который очень-очень много писал на тему эстетического восприятия реальности. И можно смело назвать его одним из самых крупных эстетиков 19-го века. Хотя, повторюсь, ученых в полном смысле слова он не был. Кстати, он повлиял на русских классиков, в том числе и на Гоголя, и на Настоевского. Если вы посмотрите его текст, а это текст начала 20-е, 30-е годы 19-го века, то текст, конечно, беспрецедентный. Текст вы узнаете там очень-очень много других авторов. Особенно, если будете подлинники читать, то английскую литературу вы там прям очень хорошо будете узнавать. Нам он интересен сегодня будет по двум причинам. Первая причина. Многими считалось и считается до сих пор, что восприятие, эстетическое восприятие, восприятие произведения искусства, это процесс пассивный или страдательный, если угодно. То есть вы сидите, я вот говорю, что антиветчик воспринимаете. Деквенция с этим радикальнейшим образом спорит, и я полностью с ним согласен. Он пишет, что восприятие, в том числе восприятие произведения искусства, то есть восприятие эстетическое, процесс активный. И от интенсивности этого процесса, и от его качества. А как может быть, от чего может зависеть качество восприятия? Ну, естественно, от общей культуры воспринимающего, от его знаний, от его опыта, какого он у него уже есть, да? Так вот, от интенсивности, от качества восприятия зависит то впечатление, которое может оставить в душе воспринимающего как произведение искусства, так и какое-то событие. То есть это процесс не страдательный, а процесс активный, активного вмешательства в ситуацию. То есть не произведение искусства оказывает на нас эстетическое воздействие, а оно лишь создает условия, в которых определенные эстетические формы могут быть нами восприняты. По этой причине одно и то же произведение искусства разными людьми может восприниматься совершенно по-разному. Более того, одним и тем же человеком в разных психических состояниях или на разных фазах его личной истории, то есть и в юности, и в старости, к примеру, да, тоже может восприниматься совершенно по-разному. То есть не произведение заставляет нас, допустим, испытывать грусть или радость. Поверьте, в нотах, которые исполнитель берет на рояле, ни грусти, ни радости, ни на гроши. Да? Музыкальное произведение, произведение живописное или кино создает ситуацию, в которой вы можете почувствовать грусть или радость, если в данном случае вы откликнетесь на эту ситуацию. Вы можете на нее не откликнуть. Тогда вы не почувствуете ничего. Потому что вы чувствуете ваши эмоции, те, что у вас внутри. Это только предоставление вам возможности включиться в эту ситуацию, в ситуацию этой игры. То есть если угодность использовать современную технологию, это сайт событий. Это то место, где событие может состояться, а может и не состояться. И каким оно состоится, зависит от вашего активного включения. То есть если у вас опыт культуральный огромен, если вы активнейше заинтересованы в чтении, ну, допустим, Джойса в подлиннике Улиса, то, поверьте, вы его будете совершенно не так же воспринимать, чем если вы будете вот так вот, скучая, читать его в русском переводе. Там задействуются все вот эти отсылки многочисленные, да, которые на самом деле есть в любом произведении, даже если они не продуманы автором. Это уже отдельная песня. Но, если вы включены активно, они все начинают работать внутри этой ситуации, и вы чувствуете огромное количество грани эмоциональных жизней, позволяющих вам еще ее расширить. Если же вы включаете себя, если на вас произведение действует непосредственно, без вашего активного участия, и качество этого восприятия очень низкое, то есть ваш опыт никакой в этом смысле, то, естественно, не получите вы отдачи тоже никакой не на гроши. Поэтому и часто случались такие ситуации, что наиболее яркие, наиболее интересные произведения искусства, которые для последующих поколений были классикой, воспринимались не то что в штыки, а никак. Просто проходили мимо, между публикой, мимо публики, той эпохи, когда жила автор. Почему? Потому что отклика не было. Не было этого самого механизма включения их в процесс его восприятия. Если вы не включаетесь в восприятие произведения искусства, то оно нам, по-моему, не подарит ничего. Оно этим просто не обладает. Оно обладает местом, где может произойти чудо, а не самим чудо. Всем рекомендую, на самом деле, книгу, несмотря на название рекламы, можно охотиков там ни на грош. И, более того, то есть эта книга писалась тогда, когда опий можно было купить просто в аптеке и даже без рецепта. То есть он просто готовался. И опий на настойка. Иногда есть не совсем верный перевод исповедь англичанина «Курильщика опия». Это не совсем так, ибо он его капал. То есть речь идет опий на настойке, которая в аптеках лондонских выдавалась везде. Книга действительно абсолютно уникальная. Книга посвящена не только собственным его видением, а книга прежде всего является очень глубоким описанием жизни, того времени. Человек нищий, человек, который он из богатой семьи, но он сбежал из дома. И человек, который действительно такие претерпевал лишения, что нам сейчас этого даже сложно представить. И это описывается настолько блистательно, что сложно поверить, что это не какой-то гениальный писатель, а что это просто автобиография. Человек, который, по большому счету, даже нигде толком не учился. Он учился, конечно, но убежал. Есть у него и другие работы, и вторая из них будет нас сейчас интересовать прежде всего. На ней я остановлюсь, ей мы сегодня и закончим. Эта книга оказала просто потрясающее влияние, особенно на 20-й век. Она, конечно, с очень радикальным названием, еще более радикальным, чем эта. И в данном случае книга будет посвящена непосредственно эстетике, но не эстетике искусства, а очень страшной эстетике, эстетике преступления. Эта книга называется «Убийство как одно из изящных искусств». Она написана в 1827 году. Это абсолютная классика. Это все есть на русском языке. Исповедь англичанина есть даже как аудинг-минга. То есть это очень известная работа. Что делает Дефенсия? Он полностью разводит эстетику и этику. То есть он отсеивает этическую составляющую от преступления и рассматривает его чисто с точки зрения эстетики. То есть с продуманности слаженности его исполнения и, ну, естественно, его нераскрытости. Преступление. В чем суть из критичности преступления по деквенции? Дело в том, что преступление для того, чтобы его совершить блистательно, человеку нужно очень хорошо знать культурную ситуацию в своем времени. То есть если цель преступления забугивание, то, естественно, это требует от преступника знания одних механизмов действия общества. Иначе просто он своей цели не достигнет. Если цель преступления, наоборот, его полное сокрытие, то это требует знания совсем других механизмов. Опять же, культурную. Чтобы такое, в общем-то, заметное явление пропажа человека, может быть, даже высокопоставленного, в общем-то, прошло незаметно. И, наконец, если цель преступления в том, чтобы списать его на кого-то другого, опять же, какие сложнейшие механизмы нужно предугадывать, если речь идет о блистательном исполнении. И получается, Квинс, несмотря на то, что он, естественно, это пишет в юмористической манере, он не может позволить себе это писать в открытую. Речь идет, во-первых, не от первого лица. Речь идет о лекции тайного общества, которые случайно к нему попали. То есть это оформлено в виде художественного произведения. Но, если мы отбрасываем юмористическую составляющую, если мы отбрасываем этот текст именно как текст моральный, то мы из него можем извлечь весьма интересную вещь. Эстетическое рождается там, где человек точно знает те основания культурные, в которых он живет. Если он точно знает психологию, типажи поведения окружающих его людей, если он знает ценностные котировки окружающего мира, он может блистательно исполнить акт, ну, в данном случае преступления, и остаться незамеченным. Речь идет о культурных взаимосвязях, о большей степени, а не о чем-то кровавом и черном. Это нас интересовать будет в наименьшей степени. Да, это нас, в общем-то, вовсе не должно быть интересовать. Для нас здесь важно не преступление, это вы, если захотите, прочтете сам текст, он не такой уж и большой, страниц 200, небольшая книга. Для нас важно совсем иное. Я предлагаю перевернуть эту консеркцию. То есть, у Квенции говорит, преступление это искусство. А я предлагаю переставить и посмотреть на искусство как преступление. Не есть ли на самом деле любое яркое, радикальное, новое произведение искусства в общем-то преступлением, естественно, в кавычках. Оно должно с одной стороны радикально нарушать эстетические нормы своего времени. Оно должно взламывать их. С другой же стороны, оно должно абсолютно безупречно им следовать. Иначе его просто не будут воспринимать. Если вы просто нарушите все эстетические нормы, поверьте, произведение искусства это не будет. Это будет эксцессом. Правильно? для того, чтобы что бы то ни было даже перформанс какой-то был воспринят произведение искусства, в нем должно быть не только нарушение но и точно им следование с другой стороны. Чтобы это было воспринято как искусство. Оно может быть таковым образом воспринято только тогда, когда оно, как говорят психологи, контейнируется. То есть закрывается, замыкается наше эстетическое. Эксцесс он поэтому воспринимается как нечто абсурное, потому что он не может быть замкнут, он не может до конца быть закрыт, воспринят. Таким образом произведение искусства также может быть, если его уподобить, допустим, преступлению, рассчитанному на запугивание, что такое в искусстве то же самое может быть. Это произведение искусства рассчитанное на широкий резонанс. Он не обязательно должен быть негативным. Искусство не ставит перед собой целью жестокости. Если автор хочет достигнуть произведения искусства широкого резонанса, то есть его кассового успеха, то он следует одним механизмом. Если у него только не очень очень много денег, он добивается его посредством вложений иного порядка. Не символического, но нет одного. Можно же добиться успеха чисто символическим порядком. Примеров таких достаточно большое количество. Когда автор в рекламу не вкладывал нисколько, а оказался на вершине успеха. Другой пример. Наоборот, когда есть преступление с целью сокрытия в искусстве же есть радикальное обновление, которое остается незамеченным, но меняет всю последующую культуру. Ну, допустим, тот же самый Деквинси, человек, который оказал действительно колоссальное влияние на литературу 19-20 века, в общем-то я убежден, что это не та фамилия, которую вы будете первым делом учить в школе. Ну, здесь понятно и почему, потому что речь идет о достаточно спорных вещах с этической точки зрения. То есть, это тексты, они никем, конечно, не запрещены, они разрешенные, но это тексты, которые этически достаточно спорны. Но он повлиял ничуть не меньше, чем повлияли те, кого знает каждый из вас. Приведу еще один пример, пример на этот раз, наверное, последний. Это два крупнейших архитектора 20-го столетия. Один из них, Пьер Мидженами, обновил современную архитектуру настолько, что сложно себе представить. И тем не менее, он не позиционировал себя ни каким конноватором, ни более того, он даже себя не считал архитектором. Он всегда подписывался инженером. Однако именно этот человек создал современную эстетику железобетона. Его называли даже Микеланджело железобетоном. Это человек, который действительно поменял лицо нашей планеты. человек, пристроил к собору Святого Петра в Риме огромное здание, где проходят выходы Папы Римского к пастве. Совершенно гигантское здание, которое, можете себе представить, какие видные архитекторы трудились над самим собором Святого Петра, который восходит Каршик Микеланджело изначально. Здесь эта честь перепала именно ему, и более того, к нему обратился сам непосредственно по-панковски. Он никаких грантов не подавал. Другой же человек, это самое известное имя в 20 веке, его даже памятник в Москве не стоит, ибо его здание в Москве есть одно, это центр союза на Вестницкой, на проспекте Сахарова, между аспектом Сахарова и Месницкой. Рядом. О, это Ле Корбюзье. Так вот, Ле Корбюзье всю жизнь себя позиционировал как радикальным новатором, писал большое количество книг по обновлению архитектуры, какая должна быть архитектура будущего, и так далее. Так, вывод-то следующий. Повлияли они на самом деле примерно одинаково. Только вот если вы хоть чуть-чуть имеете отношение к искусству, имя Ле Корбюзье вы знаете сто процентов, а имя Нерви далеко не факт. Но одному именно это и нужно было, то есть он хотел быть новатором, он создавал этот эпатаж вокруг себя, он известен действительно, но он всю жизнь натыкался на такие врибоны, потому что понимаете, если ты против всех показываешь себя, то в общем-то все против тебя. Жизнь Нерви не была какой-то особенно конфликтной, он даже как-то спокойно обошел проблему нацизма в Италии, как-то она его миновала, и нацисты его не особо доставали, и после войны тех, кто с ними боролись, человек, который каких-то радикальных проблем, его жизни в общем-то из нее роман не написать, из жизни запросто, но де-факто повлияли на архитектуру, мы не знаем насколько, сложно сказать одинаково не одинаково, здесь нет чаши весов, огромном количестве и тот и другой, они повлияли колоссально, цель одного было обновление сокрытое, которое принималось на ура, потому что в этом видели повторение старого, старое на самом деле не являлось ни разу, этот же Рекарбюзье во многом заимствуя старое, позиционировал это как радикально новое, и это естественно встречалось с штыки, я не хочу преуменьшить роль никого из них, Карбюзье величайший архитект, так же как энергии крупнейший как он любил говорить инженер, и тем не менее вот вам пример совершенно различного творчества художника, которое можно сопоставить с тем, что я вам говорил о преступлении, да, цель одного может быть запугивания, цель другого закрытия, художника, но и в том и в том, и в другом случае, для того, чтобы добиться результата, нужно идеально знать то поле культурное, в которое вступает художник, когда он начинает творить, да, это можно знать неосознанно, это можно знать осознанно, но, когда вы этого знаете неосознанно, это, понимаете, тот случай, когда вы прошли по минному полю и не взорвались, ну, может так повести, почему бы и нет, но в того раз можете не пройти, а если вы знаете, где мин нету, вы просто там идете, вот и все, поэтому смысл эстетики через большое-большое количество различных ключей методов находить те новые точки, откуда можно взглянуть на современную культуру и увидеть ее совершенно в другом свете. Несмотря то, что я очень часто сегодня использовал слово культура и культуральный, ибо я не очень люблю слово культурный, да, культурный в русском языке все-таки это нечто иное, это близкое к слову интеллигентное, а культуральный это обусловленное культурное. И тем не менее пользоваться методами культурологии я не буду. Я буду пользоваться методами философскими, я буду пользоваться методами во многом, которые я пытаюсь выработать сам. Прежде всего я их, конечно, решаю в курсе Булес-лигвес, где каждая лекция предлагает совершенно иной метод. Это не просто различные фигуры, различные проблемы в современном искусстве я рассматриваю на этих лекциях. Каждый раз для новой проблемы предлагают совершенно новый метод, совершенно иной подход. Такого вы не встретите больше нигде. Если вы откроете любую искусствоведческую книгу, там авторы будут меняться, а подход к ним будет один и тот же. И таким образом выстроены искусствоведческие работы во всем блоке дисциплин. По крайней мере в том виде, в котором их проходят высшие учебные заведения. По крайней мере получусь гарантированно за историю музыки, которую и сам веду, и которую проходил в тех нескольких высших образованиях и в разных учебных заведениях, в которых я свои образования получал. То есть там авторы меняются, это может быть автор средневековый, это может быть автор ренессансный или автор ныне живущий, но метод подхода к ним будет совершенно один и тот же. Разведения меняются, методология сохраняется. Я пытаюсь показать, что именно от метода, как я сегодня вам показал на примере Деквинси, именно от нашей активности зависит то, что мы увидели. А нету никакого объективного произведения, нету никакого объективного произведения искусства, нет никакой объективной культуры. Это не то, как можно пощупать, как часы. То, что я, щупая эти часы, ощущаю совершенно определенные вещи и вижу их совершенно определенным образом, это прописано в культуре нашего времени. если дам дикарю, то его ощущение и его видение этих часов будет совершенно отличным. Это говорит о том, что нету этих часов как физическое измерение. Оно, конечно, есть, но мы это воспринимаем в культуральном условии. Мы не можем воспринимать непосредственно. А это значит, что если есть некая система, если есть некие очки, через которые мы видим мир, значит, что можно эти очки проанализировать и сознательно их менять. То, как вы видите мир непосредственно, это тоже очки, но это очки вами не осознавают. То есть, вы видите все с определенной точки зрения. С определенной точки зрения. То есть, на самом деле, несмотря на то, что слово метод многих отпугивает, вы им пользуетесь каждый день. То, как вы воспринимаете и мою речь сейчас, и как вы общаетесь с друзьями, как вы делаете какие-то обыденные вещи, вы используете метод. методами, но вы их используете, думая, что они единственные. То есть, когда вы их не замечаете, вы просто используете один метод. А если вы знаете, что их много, 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 вы можете подобрать верный метод, и тогда, испробовав разные из них, вы можете увидеть то, что, в общем-то, ситуация начинает в радикальнейшем заменяться, и меняться настолько, насколько иногда сложно себе даже представить. Понимаете, вот, например, этими часами тоже можно забивать гвозди, например. И, если верить их производителю, от этого или в чего-нибудь. Но намного удобнее, естественно, забивать гвозди молотком. В том случае использовали правильный инструмент. Инструмент не то, чтобы правильный, а более подходящий. можно попробовать этим, тем удобнее. Значит, в следующий раз вы будете забивать гвоздь молотком. Если же вы никогда не видели молотка и знаете, как он выглядит, и вы хотя бы раз попробовали забить гвоздь часами, у вас ничего такого просто не было, то, наверное, вы будете всегда использовать для этой цели часы. Потому что это удобнее, чем забивать их рукой. Вот чем, по большому счету, занимается эстетика. То есть, эстетика, это не просто философия искусства. Заметьте, слово философия здесь весьма не случайно прозвучало. Это не история искусства. мы не будем стараться с вами осознать значение автора в эпохе, его культурный исторический путь. Это мне абсолютно неинтересно. Это, конечно, важно, от этого зависит наша восприятие, но это не то, чем мы будем заниматься. Мне важно покрутить какое-то произведение перед вашим взглядом так, чтобы вы изначально его, либо вовсе не видя, то есть оно вас не будет цеплять, либо видя отчасти начали видеть с разных гранией. То есть после этого оно для вас становится открыто для самостоятельного изучения. До этого оно было закрыто. И так как для любителей слова, людей, кто владеет словом, естественно, наиболее закрытым является искусство со словом не связано, то мы в следующий раз начнем как раз именно с искусства архитектуры.